Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Глава 19. Соловецкие узники и их исповедание. В день отдания Пасхи 27 мая 7 июня 1926 года в монастырском Кремле Соловецкого острова в продуктовом складе лагеря заключенных собрались по возможности все заключенные здесь епископы для заслушания доклада другого узника, профессора Московской духовной академии Ивана Васильевича Попова. Складом продуктов и их раздачей заключенным заведовал игумен из Казани, отец Петерим Крылов, имевший группу сотрудников из духовенства. Начальство принуждено было доверить этот склад духовенству как единственно честному элементу лагеря. Отец Петерим предоставил епископам свое помещение для секретного совещания, которое приняло так называемую памятную записку соловецких епископов, представленную на усмотрение правительству. Заседание это прошло с некоторым испытанием. Совершенно неожиданно в неурочное время лагерь стал обходить для осмотра сам начальник всех лагерей Соловецкого острова, некий Эйхманс со своим штабом. Отец Петерим встретил его в складе и надеялся, что он не пойдет в комнату его и его сотрудников, где происходило в это время заседание епископов. Но начальник решительно подошел к дверям и открыл их. Увидев вместе большую группу духовенства, он удивился, что это за собрание. «У нас сегодня праздник», — ответил смущенный отец Петерим. Почему этот момент прошел благополучно, трудно сказать. Надо полагать, что начальство вообще было довольно порядком в складе. И в то время заключенному духовенству позволялось иногда по праздникам ходить в кладбищенскую церковь преподобного Ануфрия, открытую для остатка монахов, рабочих специалистов, временно остававшихся еще на попелище своего монастыря. Потом эта подлажка была уничтожена, и все вольно-наемные монахи были удалены из лагеря, и последний их храм закрыт. Памятная записка не была официальным голосом русской церкви. Но в это время совершенно совпадала с этим голосом, смотри, проект обращения митрополита Сергея к советской власти, вышедшей почти в один день с соловецкой запиской. Она представляла мнение наиболее многофисленной группы епископата, собранной вместе местом заключения, и представлявшей собой малый собор многих епархий России. Отражала общие условия жизни церкви, и общий ее исповеднический дух. Дух этого документа преисполнен в непоколебимой твердости во всем, что касается собственно церковной жизни, совершенно чужд и малой тени соглашательства, совершенно безбоязнен в свидетельстве правды, и свободен в своем мнении среди уз. Документ отвечает высочайшему достоинству церкви и ее вечному значению, указывая ее истинный путь. Это слава и радость русской церкви. И.В. Попов, о нем отдельный очерк, благочестивый старец Аскет, профессор святоотеческой литературы, автор ценнейших печатных трудов, при составлении записки руководился указаниями старшего среди архиереев на Соловках, архиепископа Евгения. С ним он по преимуществу совещался, но до общего собрания епископов читал записку и небольшой группе епископов и духовенства, подвергая ее многосторонней критике. Во всех этих собраниях живо участвовал и архиепископ Иларион, соработник Попова в Московской Духовной Академии. Архиепископ Евгений Зернов, правящий Благовещенской епархией, прибыв на Соловки в начале 1924 года, остался старшим среди епископов по их общему согласию после того, как всегда прибыли и более старшие по рукоположению. Это был выдающийся иерарх церкви. Многочисленные члены его Благовещенской паства оказались за рубежом на китайской территории и, рассыпавшись по всему миру, по сей день хранят о нем самые святые воспоминания. В час ночи под успение, в день 1923 года он был арестован в своем городе после того, как за все ночные в Благовещенском кафедральном соборе перед ним прошли тысячи народа, беря от него последнее благословение. Народ знал о неизбежности ареста этого благочестивого мужа и бесстрашного обличителя революционной и безбожной неправды. Соборная площадь, залитая народом, дала ему узенькую дорожку, чтобы пройти после всеночной к дому. На утро большого праздника, когда за литургией не оказалось любимого архипастыря, многочисленная масса народа собралась около здания ГПУ Кувшиновское подворье, требуя показать владыку, чтобы увериться в его целости. Выступивший для успокоения народа прокурор советского трибунала едва не был избит и вызвал пожарную команду, которая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла ее. Важно отметить, что выручать православного епископа появились и всеобщины местных малакан, баптистов и других сект, которых в городе почти столько же, сколько и православных. Все они глубоко почитали его за христианской миролюбие и правду. Владыку тотчас тайно от народа вывезли из зданий ГПУ в городскую тюрьму, а в городе арестовали 54 человека, преимущественно женщин, обвиняя их в беспорядках, и во главе их некую госпожу Медведеву. Никто из этих арестованных никогда больше не вернулся домой. Вместе с архиепискотом Евгением были арестованы пять городских священников, которые были созданы в Муром на два года. Патерей Илья, Масалов, священники отец Алексей Покровский, отец Василий Китлевский, отец Василий Осипов и отец Александр Самсел. Однако народная активность защиту архипастры не ослабевала, по городу ежедневно разъезжала телега с надписью «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набиралось такое количество, что владыка кормил чуть ли не всех заключенных. Кое-как усыпив бдительность народа, следившего за тюрьмой и железнодорожной станцией, большерики вывезли архиерея в Читу, а оттуда потом и в Москву. В Москве обычно привезенных архиереев выпускали на некоторое время на свободу. Какое-то очень авторитетное лицо шатнуло владыке Евгении, «Вы будете на свободе, только не ходите к патриарху Тихону». ГПУ искало расколов и враждебных действий против патриарха. Но, конечно, владыка у патриарха тотчас был, и скоро был арестован и сослан в Соловки. Здесь он имел скорби и тревоги о своей пастве. Обновленческий епископ, некий Даниил, снова пытался захватить кафедральный собор, но безуспешно. Зато свой же диакон, Лонгин Греков, после всеночной на святых Петра и Павла, вывез вместе с чекистами все ценности собора и в ту же ночь старый деревянный собор изгорел. Его никто и не тушил. Диакон в газетах объявил о снятии сана, призывая все духовенство вследовать его примеру. Владыка Евгений пробыл в Соловках три года, двадцать четвертые за шестые. Далее получил ссылку в Зырянский край также на три года. В двадцать девятом году получил освобождение с ограничениями, жил в котельниче Хвятской губернии, а затем управлял пермской епархией. С какими перерывами или без перерывов это происходило, неизвестно. Но в 1937 году, когда началось поголовное уничтожение всего епископата, и на свободе на всю Россию не оставалось десяти епископов, Владыка Евгений, уже митрополит Нижегородский, был арестован, и больше о нем никаких сведений нет и по сей день. Благослужение его отмечалось величием, покоем и благоговением. Это чувствовали и отмечали, получая глубокое удовлетворение. Это был постник, не взирая ни на какие условия лагерной жизни, когда в пище нельзя было разбираться. Он был верен своему порядку и никогда не вкусил кусочка мясной пищи вообще или рыбы в неположенное время. Казалось, что этот человек нежного телосложения, но он носил самое грубое холчевое белье, которое и достать-то в наше время было трудно. Высоко образованный вообще и богослов, компетентно рассуждавший по всякому теоретическому вопросу. Он был житейски глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырем делал замечания наедине, в самой мягкой форме, сомневающегося и неверующего, провожал побежденным, скорбящего ободренным. В нем была притягательная сила истинной духовной власти. Для остатка соловецких монахов рабочих. Он являлся святейшим авторитетом, власть которого простиралась в область, которая недоступна пониманию людей внутренне духовных. Заболел монах, которому большевистское соловецкое начальство, как неспособному к работе, предложило выехать на материк. Но на материке он также был бы никому не нужен, и там ему не было пристанища. Выясняя все это в разговоре с больным, Владыка Евгений сказал ему, что ему лучше бы умереть в монастыре, как это задано по монашескому обету. Монах согласился, благословите и помолитесь. Бог тебя благословит, сказал Владыка. И через несколько дней монах умер по молитвам своему владыке. Необходимость этой смерти была Богу представлена и им услышана. Согласия двух было достаточно, чтобы получить просимое. Так монах не покинул своего монастыря. Таков был глава и представитель соловецких узников в этот период. С 23 по 26 год в соловецком лагере прибывали следующие архиереи. Евгений Вернов, архиепископ Преамурский и Благовещенский. Иларион Троицкий, архиепископ, бывший Верейский, викарий московский. Серафим Мещеряков, архиепископ, бывший Костромской. Прокопий Титов, архиепископ Щерсонский. Иувиналия Масловский, архиепископ Курский. Пахомий Кедров, архиепископ Черниговский. Амрофий Полянский, епископ Подольский и Брославский. Гавриил Абалымов, епископ Осташковский, викарий Тверской. Греб Покровский, епископ Михайловский, викарий Рязанский. Григорий Козырев, епископ Печерский, викарий Нижегородский. Захарий Любов, епископ Нижерчирский, викарий Донской. Игнатий Садковский, епископ Белевский, викарий Тульский. И Аким Благовидов, епископ Аллатурский, викарий Симбирский. Киприан Соловьев, епископ Семипалатинский, викарий Омский Мануил Лемешевский, епископ Лужский, викарий Петроградский Митрофан Гринев, епископ Оксайский, викарий Донской Нектарий Трезвинский, епископ Яранский, викарий Вятский Павел Веденский, епископ Сердобский, викарий Симбирский Платон Руднев, епископ Богородский, викарий Московский Рафаил Гумилев, епископ Александровский, викарий Ставропольский Сафроний Старков, епископ Селингинский, викарий Забайкальский, Сафроний Орефьев, епископ Якутский, Серафим Протопопов, епископ Колпинский, викарий Петроградский. Из этих 24 епископов почти все 17 непосредственно принимали памятную записку. Некоторые же из них не находились поблизости к Соловецкому Кремлю, где она вырабатывалась, а были на работах в других местах острова, но, вероятно, знали об этой записке и сказали свое мнение архиепископу Евгению. В осени 1926 года в Соловке прибыло еще много епископов, которые в этот список не входят. Из этого же списка только один человек, Мануил Лемешевский, находится в настоящее время на свободе и в составе епископата, возглавляемого патриархом Алексеем. Остальные все, и многие одинаково с ним возраста, из новой полосы арестов и расстрелов 1937 года, к свободе и жизни уже больше не вышли. Судьба известна нам только трех-четырех, их нет в живых. Одно время при лагере была заведена фотография, и заключенные могли снимать и посылать свои карточки родным. Потом вскоре это было запрещено, особенно после того, как большая группа духовенства успела послать свои фотографии в разные места России. Прилагаемый снимок из газеты неудачен, но является документом. Он имеет список заключенных епископов, клириков и мирян, пострадавших именно за церковное дело. В свое время из-за границы попала одна такая фотография. Фотостат из парижской газеты «Последняя новость» от 2 августа 1927 года, номер 2323, указывает на присутствие всего 67 человек. На самом же деле в это время было более 120 заключенных церковных людей. Добрая половина в час съемки была занята работой и не могла явиться в Соловецкий монастырский Кремль, где на фоне бывшего Успенского собора расположилась снявшаяся группа. Богу нашему славу! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.